Большинство остановок общественного транспорта в Иванове не соответствуют требованиям законодательства. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта. В ходе рейда по остановкам и разворотным кольцам общественного транспорта активисты проекта дорожной инспекции ОНФ «Карта убитых дорог» выявили массу нарушений. Город требует доступной среды для инвалидов, а это первое, что необходимо, это доступная среда, чтобы инвалиды могли спокойно передвигаться на транспорте. Соответственно, что мы видим? Карманы не везде есть для остановок, соответственно, не везде есть остановочные павильоны, в некоторых местах только знаки существуют, нет также освещения на разворотных кольцах. То есть очень много недочетов, это мы неоднократно уже писали, обращались, но, соответственно, ВОС и на ине там. За примерами далеко ходить не нужно. Начало улицы Кузнецова, недалеко от пересечения Сжарова. Остановка общественного транспорта есть, павильон и карман отсутствуют. На противоположной стороне дороги вообще аномалия. Нет ничего, а знак висит над проезжей частью. О том, что здесь останавливаются автобусы, знают только самые внимательные водители и узкий круг, посвященных в эту тайну пешеходов. В ходе рейда активисты выявили десятки подобных примеров. В поле зрения общественников также попали конечные остановки транспорта. Ну, самые серьезные нарушения – это разворотные кольца, потому что машины, как правило, они стоят в одном месте, которое не оборудовано абсолютно. То есть, как правило, машины находятся на территории каких-нибудь магазинов, которые находятся на конечном пункте. И, соответственно, от этого идет негатив и жителей, и владельцы этого магазина. И, соответственно, вот это является особенно грубейшим нарушением. И освещения нет не на всех разворотных кольцах. За наличием в городе знаков, разметки и карманов для общественного транспорта следят также инспекторы ГИБДД. Правда, в зимнее время проверки не проводят, следуя внутренним правилам. На обращение дорожных полицейских мэрия обычно реагирует вовремя. За 2018 год сотрудниками госавтоинспекции, дорожного надзора было выдано 348 предписаний в отношении администрации города Иваново по устранению недостатка уличной дорожной сети. И стоит отметить, что за 2018 год все недостатки были устранены. Общественники тоже направят список выявленных нарушений в адрес городской администрации. Рассмотрение таких запросов обычно занимает до 30 дней. Отреагирует ли мэрия так же оперативно, как на предписание ГИБДД, узнаем по истечении этого срока. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.